здравствуйте дорогие друзья сегодня 29 сентября 2024 года традиционная рубрика прямой диалог с удовольствием отвечу на ваши вопросы и как всегда без долгих предисловий начнем с краткой с краткого обзора рынков так и сэн пи пятьсот в общем-то как консервативно но подрастает продолжает подрастать nasdaq все еще находится на отметках более низких что выражено в небольшом интересе сейчас рынка к технологическому сектору но повышенному интересу к реальному сектору ряд позиций реального сектора уже скажем в области фиксации если ранее не фиксировали по золоту стоимость золота 2658 ну как ранее отмечал ориентир стоимости на мой взгляд по золоту в районе 2500 нет причин золоту стоить значимо дороже потому что позиция в 2 500 она включает себя всю инфляционную девальвационную составляющую которая легла на валюты в которых золото торгуется и не должно стоить дорого если отрастет выше значит в любом случае скорректируется на 2 500 далее по российскому рынку по российскому наметился разворотик собственно он сейчас происходит не факт далеко что это разворот долгосрочный но на ряд компании на ряд активов цены действительно привлекательные мы об этом уже не раз говорили когда индекс стоил прилично дороже отмечал дороговизну рынка при снижении можно было по каждой отдельной компании выделять определенные нейтральные стоимости что-то было дешево что-то оставалось дороговатым большинство активов сейчас пришло к своим нормальным стоимостям или находится в недооценке в интересных там стоимости к приобретению к примеру так что положение аймоикс в целом более позитивная чем нейтральная и делаю некоторые покупки в том числе по ряду активов некоторые позиции значит увеличивал исходя из наличия свободных денежных средств так что отталкиваюсь своей аналитики больше от конкретных компаний нет индекса в целом что касается курса рубля к юаню ну и в общем так остальным валютам ранее говорил о интересе приобретения юаня на 11 8 была основа приобретений сейчас цель 13 и 4 я думаю что вполне эта цель будет достигнута и другие цели будут достигнуты вероятно это будет примерно 14 следующей целью ну что будет выражена в рубле по отношению к доллару примерно в 94 95 нужно будет смотреть вот но это движение будет постепенно то есть никаких резких движений я не ожидаю но постепенная девалювация рубля конечно же она будет иметь место быть и продолжится потом все таки максимальный свой объем интереса я бы направил на валютные инструменты либо не привязанные к рублю бумаги то есть это акции и валютные облигации прежде всего это снизит риски в общем то это такой довольно важный момент в условиях текущих экономических событий так и давайте классически посмотрим на американцев что у них с рынками что у них с ликвидностью и с изъятием ликвидности если быть точным с период с 18 по 19 по 25 сентября изъяли 29 миллиардов что равно практически половины половине разрешенного объема изъятия в месяц напомню что разрешенный объем изъятия сейчас 65 миллиардов долларов то есть идут темп хороший изымают ликвидность борется с инфляцией я уверен что все будет хорошо но это практически хорошо уже настало то есть инфляция вполне приемлемая ставку начинают снижать и не за горами тот момент когда ситуация нормализуется полностью конечно не за горами такое понятие относительное и горы если в кавычки взять примерно на горизонте около года может быть чуть больше года вот примерный примерный ориентир по данным горам так ну и давайте перейдем к к вашим вопросам первый вопрос вот джоли роджера добрый день интересует мнение о визе xp american express насколько я помню mastercard на долгий срок кто сможет обеспечить средний рост 15 процентов годовых и справедливая цена global payment с учетом последних обновлений по планам виза ну давайте посмотрим оценки есть этих компаний 15 процентов ну где-то приближена к этому до эти компании могут обеспечивать но даже следующие пороги шаги скажем так уже могут быть прослежены здесь 23 по отношению к четвертому году по оценкам вот как раз в районе 15 процентов есть разбег это выражается в росте бизнеса но здесь я переоценивал визу с потенциалом удержания более долгим не прошел год но это такая следующая оценка вот она собственно выражается в одиннадцати процентах да если бы мы брали период среднесрочный плюс еще несколько месяцев два-три месяца четыре месяца то как раз уровень 15 процентов до 15 процентов и я бы сказал что это верхняя планка на которую можно ориентироваться так american express как-то давненько мы ее разбирали но не уверен что цена на нее есть оценка стоимости есть но вот прошлое как видите отработала это горизонте год вот она 180 до осталось и улетела вверх новые оценки по american express нет но давайте посмотрим кратенько по ней что можно сказать можно сказать что у компании отсутствует совсем что и долговая нагрузка такое почему-то не отображена хотя долг то я вижу есть покрытие долга и почему-то не отображается это вопрос опять же гуру фокусу здесь по american express я бы сказал что более консервативная система с учетом байбэка приличного рост бизнеса не такой существенный нужно подробно смотреть давайте прям не будем так с горяча какие-то выводы делать нужно компанию прям подробно смотреть визуально на все-таки под эту планку не подходит ну видите тут есть такие периоды затяжные боковика с 19 года скажем по двадцать четвертый год или какой здесь вот двадцать первый год тире двадцать третий год роста вообще не было никакого я бы компанию это все-таки из этой из этой подборки бы убрал mastercard до mastercard растет еще и быстрее чем виза давайте ее посмотрим так mastercard почему он его не понимает вот он mastercard но двадцать третьего года не было оценки но mastercard я знаю хорошо эту компанию тут в чем дело почему она растет быстрее они собственно аналогичны в подходах в индустриях с визой но mastercard использует больше кредитное плечо поэтому развиваться ему легче и mastercard пожалуй может обеспечить рост более 15 процентов в год если виза 14 и 7 посмотрели то mastercard там на 1 на 2 на 3 процента имеет большую возможность это сделать но опять же чтобы ориентироваться на эти 15 процентов нужно зайти в нормальных ценах вот если вы сейчас на историческом максимуме зайдете в приближенной уже к цене к справедливой она где-то подрастет потом начнет корректироваться болтаться и так далее и уже вот эти 15 процентов на которые можно ориентироваться в среднем погоду они уйдут потому что они уже практически отработали и находятся в заложенными в цену вот это нужно момент уже учитывать и удачно купить компанию либо уже ориентироваться на нормальный потенциал роста после среднесрочного периода это иначе есть риск проболтаться более года в примерно в одной и той же стоимости так global payments давайте посмотрим что с ним сейчас насколько помню оценку я по нему давал давайте обновим данные так global pm что-то опять у них тут стряслось до 5 они скорректировались но им тяжеловато приходится но оценка вот она 153 доллара с тех времен как оценку давал я компанию не пересматривал не раз сейчас отмечаю что фокусе внимания компании с наименьшими рисками крупные компании которые стабильны в своем бизнесе имеют диверсифицированные продукты но понимаем на пике ставок да когда ставки высоки компания приходится максимально сложно да сейчас ставки снижаются но вот это снижение ставок которое происходит сейчас она отразится в бизнесах компании только через полгода перекредитуются потому что не мгновенно компании перекрики перекредитуются у них действует облигации старые и займы прежние это все начнет закладываться после то есть вот тот пик сейчас который мы проходим он все-таки сложен для компании но не исключаю что здесь какие-то были проблемы global payments поскольку компания загружена долгами у нее долгов прямо-таки много у нее потенциал хорошие но кредитное плечо но многих инвесторов она смущает вот покрытие долговой нагрузки операционной прибылью в три в три раза происходит это довольно таки существенно видите сколько долго сколько кэша довольно таки мало и большие траты единовременные большие единовременные видите то есть чистая прибыль составляет около пятидесяти процентов тут шестидесяти процентов от в принципе скорректированной прибыли то есть очень много вот этих вот позиций плюс высокая долговая нагрузка так что global payments и был вне зоны внимания последний период и пока он таковым остается но вообще уровень поддержки хорош если мы не говорим о конкретно компании как к бизнесе уровень поддержки 94 замечательный можно 96 использовать например да как уровень то есть удариться об него или нет еще остается вопросом но вообще технические цена хорошая но повторюсь я бы больше рассмотрел тех кандидатов визу и мастер карт которых вы обозначили выше у них ситуация получше постабильней не дай бог что что-то пойдет не так в принципе причин к этому нет в отношении экономики сша все нормально ликвидность изымают ставка работает ну всякое бывает что-то где-то тряханет или фрс не такими быстрыми темпами начнет снижать ставку или где-то может быть даже ее повысит и опять начнется катавасия с компаниями закредитованными такими как global payments мастер-карты виза я бы не формате рекомендации но среди вот этих четырех участников я бы выделил в большей степени визу собственно имея в портфеле настоящее время сергей артемов следующий вопрос задает доброго дня денис и все-таки пфайзер посмотрите пожалуйста и western union еще разок спасибо давайте посмотрим еще разок пфайзер и western union по пфайзеру я помню оценка вроде как была компания вне моего интереса файзер но переоценивал ее после падения уже 32 доллара что интересует конкретно попфайзер давайте посмотрим что оценка то есть какие комментарии попфайзеру я бы хотел дать консервативная компания я пожалуй сейчас ну давайте как с азов начнем из и из корней к листьям скажем так что с пфайзером да вопрос стоит ли его покупать наверно да этот пфайзер или какие-то дополнительные может моменты расшифрую свое мнение по пфайзеру настоящее время много ростовых активов и довольно сильных активов потребительского сектора реального сектора да и уже некоторые технологический сектор скорректировался например те же самые производители чипов да то же самое sml не помню говорил или нет вот я покупал sml тоже тех условно говоря но цена на него уже нормальная есть сильные ростовые активы которые можно сейчас покупать в сравнении с ними на фоне этих компаний которые могут расти там на 20 на 30 процентов в год и обладают сильным довольно таки устойчивым бизнесом пфайзере я не вижу сейчас интереса плюс еще какой вот в дополнение к этому и понятно есть ростовая стратегии есть стратегия дивиденд на есть рост плюс дивиденды учитывая то что в основном участники канала это люди русскоговорящие и русскоговорящие люди имеют если покупают активы то имеют счет в интерактив брокер соответственно налог сейчас на дивиденды 30 процентов до вип файзер с доходностью 574 достаем 30 процентов отсюда налога остается четыре с копейками процентов и довольно скромный потенциал роста интересно или не интересно на мой взгляд сейчас чаша весов больше склонена в сторону компаний которые стоят недорого являются крупными и и на них можно обратить внимание то есть возврат на капитал по файзеру ну вероятнее будет ниже значительно чем по тем категориям активов которые указал ранее поэтому вот примерно такой взгляд на файзер если в общем говорить то он для меня мало интересен но стратегии опять же разные тут нельзя говорить что вот это правильно вот это неправильно и даже с позиции возврата на капитал в общепринятом формате можно сказать что чем выше доходность тем лучше это безусловно но каждый выбирает для себя метод получения этого дохода кому-то дивиденды ближе и стабильное наличие вот этих поступлений кому-то хочется роста и тут еще важный момент именно психологический этому тут можно и файзер осмотрим безусловно так что не склоняю к активам ростовым так а по western union давал я ему оценку или нет помню что обсуждали а ну вот western union 13 14 долларов оценка по нему имеется western union тоже позиция прежде всего дивидендная хотя там и рост некоторые ожидается то есть у него еще потенциал восстановления есть сама компания конечно не ростовая она больше дивидендная да у нее есть и еще и перспективы роста бизнеса 773 дивидендная доходность опять же если вы россиянин его счет в интеракте брокерс примеру то минус 30 процентов отсюда это останется пять с половиной процентов примерно 5 и 6 так что имейте ввиду что 5 и 6 процентов это уже не так много как 7 и 7 да но потенциал восстановления остается то есть у компании какой-то значительного негатива или чего-то нет все довольно таки оптимистично дивиденды платят легко денег хватает на то чтобы рассчитываться с долговой нагрузкой покрывает долговую нагрузку операционной прибыли в семь раз это вполне приемлемо вполне допустимо и смотрите какой байбэк еще у них 6 процентов то есть они вполне деньги вкладывают выкуп своих акций все в порядке с western union а так идем далее и вопрос от типа дэн читать дальше денис еще раз здравствуйте посмотрите доллар дженерал дарлинг таргет тайсон торговля эти компании не реагировали вместе со всем рынком на снижение ставки значит ли это что у них отложено восстановление до появления конкретно хороших отчетов как например с хершей который обсуждали в прошлом диалоге и что из этого списка перспективнее сейчас взять так ну давайте все компании наверно прям просматривать не будем насколько помню доллар дженерал плохо отчитался да давайте проверим кратенько он вместо того чтобы начать хорошо отчитываться он грохнулся прилично вниз то есть это такое значительное событие насколько помню мы его обсуждали я уж не припомню детали там этого отчета но и наверняка снизили таргеты по продажам поэтому покупать я его не стал бы у него пока все довольно таки негативно у доллара дженерала идем дальше дарлинг это венчур то есть это но не совсем прям такой конкретный венчур но это маленькая компания очень рисковая юбы тоже я сейчас не рассматривал потому что ну слишком высок риск по дарлингу смотрите как она отпадала с 90 долларов до 37 долларов и она плохо отчитывалась тоже последнее время у нее слабое очень покрытие долга так давайте посмотрим объем этого долга долг 400 процентов долг приличный и компания его слабенько пока гасят вот долги сильно выросли и как раз они выросли период когда бы их лучше бы сокращать кэша мало то есть как я уже в начале ролика говорил влияние понижение ставок на компании будет через время и все-таки ставка несмотря на то что я 0.5 базисный пункт с ними снизили 0.5 процента она остается высокой и никуда от этого не деться дорого видимо вот активов у компании прибавилось они кого-то купили в двадцать втором году и взяли денег в долг прилично чтобы этого кого-то купить и как раз ставки скаканули долги стали дорогими вот они в такой резонанс попали с экономической ситуации это свойство маленьких компаний виза бы или microsoft так бы не поступили у них очень такое четкое прогнозирование может быть здесь дарлинг и окажется прав ведь самое главное работа на дистанции и того кого не купили инвестировали довольно таки большой объем денежных средств вполне вероятно им даст высокий результат финансовый но пока компании сложно ожидают хороший рост вплоть до 50 процентов в год в этом случае безусловно они очень сильно вырастут но до этого момента им нужно как-то покрывать свою долговую нагрузку по таргету таргету давайте посмотрим насколько помню по таргету есть оценка стоимости там никаких резонансных событий не происходило ну вот по таргету 180 долларов цель собственно никаких изменений они не давали поэтому все нормально 16 процентов есть потенциал недооценки и тайсон если мы говорим сразу отвечая на ваш на вашу вторую часть вопроса кого из этих ребят купить я бы купил таргета потому что тайсон слишком слабенькая компания в плане роста до потенциалов роста вот его еще досмотрим сразу по нему комментарии да вот он собственно приходил уже к оценке справедливой стоимости сейчас снизился и ну немножко подрастет так что тут 12 14 процентов может по нему сейчас недооценка по тайсону что хочу сказать это очень низкомаржинальный бизнес и американский регулятор который заведует ценами на контролирует их наблюдает за ними не помню как он называется конкретно он дает таргет по мясу ближе к нейтральному то есть большого развития по мясу не будет ни в плане потребления не в плане роста стоимости там плюс минус 2 процента вот такие вот объемы маржинальность компании очень низкая поэтому я бы ее ну не покупал то есть нет настолько высока недооценка компании тайсон чтобы рисковать вот какой-то долгой-долгой затяжной стагнации в этой компании наиболее интересен таргет он и крупный он достаточно адекватно управляемый сейчас такая недооценка по нему появилась если вот из них выбирать я бы его выбрал собственно примерно такой взгляд доллар general как говорил нет потому что плохой отчет они не дотянули там по финансовым результатам снизили неполадки в бизнесе сейчас darling слишком маленький закредитованный уверен что хорошо вырастет но если готовы там год 234 случае чего его держать я думаю но того не стоит и может седых волос под прибавиться в голове так вот максим ху из понял да так максим просто будет привет хотелось бы услышать твое мнение по поводу версии скорой масштабной коррекции рынка сша и европы в конце двадцать четвертого начале двадцать пятого года я такую версию не слышал наверное эти версии они продолжают муссироваться в армагеддончиков да у них всегда должен быть крах завтра 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 ну в период там в семилеток попадают насчет чего коррекции рынка сша европы произойдет остается вопросом причин к этому нет все довольно таки неплохо американский рынок как мы видим сейчас да что триггером всегда является и флагманом американский рынок как бы они не замерзали зимой там вместе с европой как бы чего там не происходило все равно все рынки зависят от американского рынка ну в кавычках вот то что я сказал ранее значит все довольно неплохо индекс s&p даже подрастает потому что то о чем говорили компании из технологического сектора стали получать не столько финансовых там притоков как раньше где-то даже корректировались и вполне вероятно могут продолжить корректироваться но деньги из американского рынка при этом не выходят то есть они где-то из apple да вот тут вытекли энное количество с коррекция по apple прошла для apple это очень сильная коррекция в районе 17 процентов вот и деньги они не ушли из американского рынка они перешли просто-напросто другие активы перераспределились в эти активы те же самые чипы производить полупроводники тоже коррекция по md прошла но постепенно вот она коррекция прошла на 45 процентов это космическая просто коррекция постепенно восстанавливаются то есть перераспределение потоков внутри американской системы фондового рынка происходит и деньги не уходят то есть чтобы деньги ушли чтобы коррекция вот эти настали это кто-то должен прилично денежных средств вывести а куда они их выведут то есть вот вопрос остается в чем причина вот этого вывода должна быть ведь посмотрите все довольно таки неплохо с инфляцией борется ставку снижают соответственно через промежуток времени в районе года там двух лет ставка будет снижена американские компании и американские потребители вновь смогут пользоваться дешевыми кредитами а дешевые кредиты для компаний это потенциал развития когда они будут новые филиалы открывать новые торговые точки дальше продолжат работу почему по ним произойдет армагеддон и все упадет я не вижу такой причины вполне вероятно что все будет порядке с ними так что я нет сторонник краха масштабной коррекции так вот никита демин 31 94 вопрос добрый день день интересно ваше мнение по недавно скорректирующийся компании виза кратко если сказать то у них есть регуляторы по типу нашего фаса но это минюст у них они усмотрели вероятность в деятельности виза что они применяют некоторую монопольность дебетовым картам ну это знаете как все за хвост притянуто такие события наблюдаю довольно часто когда слежу за большим объемом компании это такой нормальная ситуация вы знаете как вот есть такое понятие код который ловит мышей и если компания бы а точнее регулятор бы этот минюст американский он такой деятельностью бы не занимался бы сидел спокойненько и байден сказал зачем не такой код который не ловит мышей а тут смотрите какое-то событие тому тут расследование там расследование обычно эти расследования ничему абсолютно не приводит ну кратко проверки компании приводят выяснится конечно что никакой монопольности области дебетовых карт у компании виза нет и на мой потребительский взгляд его безусловно нет есть мастер-карт хочешь еще какую-то карту там использую все прочее какая монопольность тому визы все относительно но я думаю код продемонстрирует свою работу значит покажет как он замечательно может охотиться за мышью вот и собственно котировки виза восстановятся ну тут не стопроцентный вариант может действительно там в раз какая-то ситуация негативная связи происходит но обычно это ни к чему не приводит и собственно на таких новостях компании корректируется далее они снова возвращаются к своим нормальным значениям то есть там обвинений как таких их нет это будет очередная проверка так а также хотел бы давать немного свеженьких компаний в которую инвестирую уже больше пяти лет tgx да знаю компанию intuitive surgical и checkpoint они не попадают в ваше поле внимания периодически попадают и gx я знаю что неплохо растет это продавец одежды насколько я помню но редко мы его смотрим хотя растет он очень хорошо последнее время как 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 видится так давайте его кратенько глянем gx 132 миллиарда капитализация так что у него вот у него с долгами никаких абсолютно проблем нет поэтому он себя прекрасно чувствует сейчас и никаких коррекций воздействия на него не произошло вероятнее всего он может скорректироваться чуть позже когда будет переток средств так возможности роста до 13 примерно процентов дивиденды практически не платит ну такая классическая американская компания все у нее в общем-то в порядке если мы ориентируемся так на будущее 28 примерно посмотрим по компании но она безусловно сейчас конечно дороговато я считаю что вот эта ситуация с отсутствием долгов она напитала эти компании у которых долг отсутствует ну то есть он не отсутствует он очень очень легко покрывается и у нее нет совершенно никаких проблем с этим долгом то есть упали компании которые закредитованы ну и тот переток средств которые может произойти он конечно tgx вполне может скорректировать и такая может ситуация произойти то есть сейчас покупать бы однозначно его не стал но общая компания довольно таки приличная и в рамках американского сознания инвестиций инвестиционной привлекательности расположенности к инвестору она все вот эти моменты демонстрирует есть и buyback есть и понятная структура роста активов планомерный рост самой компании так далее все у нее в порядке так интуитив все джекал как-то моего часто рассматривали потом у него начались проблемы насколько я помню да он что-то тут корректировался сейчас выстрелил вновь то это все рожеком давайте кратенько глянем что у него сейчас происходит ну то же самое видите как вот сейчас вот эти компании на максимум долгов вообще нет у компании долгов нет поэтому они больше имеют возможности скорректироваться в следующий период будьте внимательны он сейчас может показаться что все эти компании замечательные итог тот кто смотрит этот ролик и посмотреть чтобы не купить и джейкс или интуитив все джекал они будут лететь там вверх постоянно там иксы какие-то все прочее это временное явление посмотрите на отсутствие долга и как я уже говорил говорил без альтернативность по сути американскому рынку в плане инвестиций до американец австралиец там или еще кто-то куда вкладываться какая экономика сильно американская экономика вот период высоких ставок да он давит на компании закредитованные куда вкладываться вот без без долгов компании вот они очень сильно напитались этим ростом и в общем то они неплохими остаются безусловно но они сейчас дорогие и вполне вероятен переток денежных средств после такого роста как всегда следует энная коррекция а так в целом компания до хорошая и далее планирует развиваться наращивать темпы оборота и так далее так а чекпоинт мы часто рассматривали тоже он в последнее время тоже по моему подрастает чекпоинт да они ведь как все все как под копирку сработали но вот оценку я ему давал 138 это двадцать третий год он ее отработал через год полтора года эту оценку больше переоценок нет но я уверен что он дорогой сейчас то есть мы сейчас посмотрим что у него долго практически нет и что он не растет значительно и он скорректируется до долго у него практически нет кэш покрытия 383 раза поэтому они все как под копирку вот так вот выросли фактического роста в нем немного и он стоит так дорого не должен то есть не хочу расстраиваться не у вас есть и вполне там не следует их продавать или чего то если вы спокойно и долгосрочно инвестируете пусть они лежат но коррекция по ним напрашивается практически в этом убежденность довольно таки полная есть что они подкорректируются потому что не должна компания с развитием бизнеса до 10 процентов стоить 20 пае особенно если она находится в израиле то есть вот эти вот хлопки вверх это временные такие события которые потом снивелируются но тем не менее компания продолжит свой планомерный рост так так что попадает в поле внимания но периодически в основном в зоне покупок когда когда есть интерес тогда попадают так вот ремастера вопрос здравствуй днис рассмотрите пожалуйста компанию гмап перспективный биотех с хорошими финн показателями и на привлекательных отметках так ну давайте посмотрим гмап что у него сейчас хорошего биотехом знаете что отношусь с осторожностью то есть не то чтобы плохо но с осторожностью очень много биотехов просто дурят людей и привлекают денежные средства потом оказываются не совсем не перспективными так это издание биотех 15 миллиардов долларов но похож на настоящий биотех то есть не на тот который дурит людей а у него все довольно таки в порядке и с маржой в порядке с долгами в порядке и стоимость у него относительно нормальная балансовая стоимость отношения капитализации к выручке достойная выглядит довольно таки дешевым активы собственный капитал практически равны хорошо очень денежные средства привлекал ранее сейчас байбэк производит это тоже признак того что компания вероятнее всего пойдет в рост то есть продавали они свои акции когда они стоили дорого а сейчас с учетом стоимости они ну довольно таки дешево стоят и хорошая возможность увеличения бизнеса по крайней мере так говорит нам гмап но периодически вот на 50 процентов у него на 60 процентов не получается достигнуть тех финансовых показателей которые перед собой ставят но тут понятно с биотехами ведь они разработкой препаратов занимаются и пройдут испытания на различные фазы насколько это будет эффективно и успешно доля риска всегда здесь присутствует но у компании есть реальные продукты со судя по продажам выручка приличная прибыль хорошая маржинальность хорошая значит они не просто рассказывают на о том что они тут изобрели все лекарства от рака и от других болезней сейчас только осталось инвестору деньги вкинуть и у них все станет нормально сейчас на последний рывок а вот они действительно изобретают препараты эти препараты видно что проходят лицензирование государственное выходят в продажу и так далее то есть эта компания нормальная не тот биотех которые были ракетами некогда ну давайте еще прикинем вот таким вот образом 6 перспективные показатели в районе 15 форвард п.е. у компании форвард п.е. при потенциале хорошего роста в районе 50 процентов он дешево стоит то есть если все пойдет по заданной траектории по той траектории который гмап указывает сейчас своих целях и планах то рост составит примерно до 100 процентов до 100 процентов да ну может быть плюс 70 процентов ну напомню еще раз что биотеха всегда есть риски что что-то пойдет не так и тут компанию винить не стоит тут нужно этот риск принимать вместе с потенциалом доходности да все будет здорово если все будет окей так компания дешевая очень адекватная это нормальный биотех так от исты банчика следующий вопрос денис добрый день центр международной торговли имеет капитализацию 14 миллиардов а при этом у нее свободного кэша на 12 миллиардов это как если бы вы купили квартиру за 14 миллионов а маму вернули кэшбэк 12 миллионов интересно ли сейчас cmt приобретению согласен я ранее делал ролик по cmt наверное какое-то время назад может быть год назад вот эти данные указывал и на тот период cmt занимается ведь недвижимостью нее ну собственно это центр международ торговли там и высовочные площади и гостиницы и все прочее это находится все в центре москвы и квадратный метр выходил по моему 80 тысяч рублей или 40 тысяч рублей что такое ну очень дешево квадратный метр выходил если балансовую стоимость компании брать пересчитывать на стоимость приобретения условно говоря со стороны инвестора доли этой компании то выходило очень дешево cmt давайте посмотрим я ее как идею указывал она растет с пересчете на валюту то есть это опять же такой хеджирующий инструмент от девальвации как и многие другие акции тут еще и привязка к недвижимости потому что у них на балансовой стоимость именно недвижимость так давайте так вот центр народной торговли так что то не с привилегированной акции скорее всего надо брать не получше раз туда а привилегированных акциях и говорил и вот они по стоимостям да тут у меня разлиновка есть ну если вам интересно может быть вы видели мой ролик посмотрите на канале я довольно подробно про эту компанию рассказывал и кэш у них есть дивидендов они платят не столь много но я думаю может быть 5 6 там 7 процентов что-то в этом роде по крайней мере они нивелируют вот девальвационную составляющую как я говорил у них некоторое развитие есть они поднимают цены на аренду очень консервативная компания там в составе совета директоров деды откровенные деды если там что-то если помню значит средний возраст участников совета директоров там 65 или 70 чем-то лет то есть ну такие очень взрослые люди которые по большому счету никак уже компанию развивать не хотят они просто сидят и вот у них есть она есть и денег много на счетах и возможности есть но по моему она там никак не двигается но даже с учетом того что она никак не двигается и деды не хотят ничем заниматься бизнес дешевый единственное что там большой ракета бы я не ожидал в cmt и вот разгоняют поскольку ликвидность низкая как видите она порой летает от была здесь стала здесь на сто тридцать семь процентов может там за пару дней куда-то улететь но это это просто манипуляции как говорится хомяков стригут кто-то начинает залетать здесь там не понимаешь что происходит но в такую компанию залететь не так страшно как какую-либо другую потому что тут действительно большие объемы балансовых средств кэш возможности и они собирались еще одну башню строить помню был проект они в проект выделяли деньги чем дело закончилось не припомню ну компания маленькая конечно тоже в области внимания находится но не такого что там каждый месяц цельки так каждый отчет я ее смотрю очень спокойная консервативная бумага защита от девальвации и фактической доходностью в районе там семи процентов наверное будет до 6 7 процентов с учетом выплаты налогов то есть я бы купил лучше cmt чем офезе вот если сравнивать такими категориями потому что ту доходность которую дает офезе скажем в нормальных рыночных условиях без свого без всего прочего там 10 процентов пример при этом нужно заплатить налог останется 8 с половиной процентов 8 и 7 инфляционная составляющая 10 процентов всегда убыток сейчас дает 15 процентов инфляционная составляющая около 20 процентов ну вот на человека приходящийся не под данным росстата вот всегда убыток компля компания же ccmt вот мы посмотрим ее по ним минимальным отметкам с как вот в периоде даст 9 9 года но посмотрим где-нибудь здесь потом 23 год сколько тут 14 лет получается до 14 за 14 лет она выросла в 207 277 процентов выросла вот это в принципе довольно нормальный показатель он я думаю что будет отражать величину девальвационную то есть там роста бизнеса как такового нет сложные проценты все прочее можете сами рассмотреть по крайней мере вот фактор обесценивания рубля он нивелирует плюс этот плюс который дает фактическую же доходность а не мнимую доходность что вроде цифр в рублях стало больше это дивидендная доходность дивидендная доходность там 67 процентов компании в идеале ее купить вот от нижней границы которую я отмечал видеть она по тренду по такому и порой к нему долетает и отбивается от этого тренда вот восемь там с копейками рублей это было бы замечательным приобретением там вы и для себя дивидендную доходность более высокую зафиксируете тому что восемь процентов или девять процентов и можно считать что эти восемь девять процентов будут доходностью в валюте без каких-либо значительных рисков не реклама то есть тут можно там что-то подумать что надо компанию эту активно покупать нет безусловно это не так везде свои плюсы и минусы слишком консервативно в какой-то степени но она интересная согласен с вами по балансу последнюю я не припомню сколько там у них денег находится на балансе но это зачастую не показатель потому что у интерау там по моему интерау даже стоит дешевле в акциях чем у нее денег на счете лежит и это не является импульсом к росту это больше психологический такой момент когда инвестору спокойней что от компании денег много я куплю ее дешевле и так далее выгодная покупка но это не становится импульсом к росту вот если бы cmt вот эти вот 12 миллиардов пустил бы на buyback или пустил бы на дивидендную выплату котировки резким резко выстрелили бы вверх это было замечательно также как интерау пока они лежат да на них приходится дополнительный доход потому что они размещены в депозитах вот но это такое явление специфическое то есть они как лежали она дешево стоила так они будут лежать их там 15 миллиардов будет 20 миллиардов cmt будет расти в соответствии с этим трендом но не теми объемами скажем которые могли быть вообще компании интересны от baby boy а следующий вопрос добрый день интересует китайские компании продолжат ли они свой стремительный рост на фоне стимулирования экономики государством вы знаете у всего есть предел вот на этом фоне как раз делал приобретение одной из компаний китайской мы ее обсуждали в прямом диалоге еще более подробно рассмотрел приобрел там какой-то хороший рост состоялся продавать ее пока не продаю я бы сказал что это импульс значит в первую очередь к началу восстановления фондового рынка стремительный рост он будет единовременным какой-то период он продолжится потом он прекратится произойдет небольшая коррекция и от этих отправных точек китайский фондовый рынок начнет рост потому что очень сильно он укатан достаточно дешев но не сказать что прям прям очень дешев вот если еще китайские власти дадут действительно ну скажем мясо в рынок да то есть насытят китайские компании возможностями появятся потенциалы роста дополнительные какие-то ограничения будут сняты тогда это будет действительно драйвером пока идет отскок на предстоящих возможностях предстоящем позитиве но стремительный рост всегда быстро заканчивается это там недели может две недели и так далее сильно-сильно расти они не будут потому что котировки в первую очередь отражают состояние самой компании так вот истебанчика еще вопрос добрый день денис росагра русагра по моему они пишут русагра для долгосрочного приобретения интересно я готов пересидеть рядами целяцию и минимум 10 лет держать эту бумагу я считаю что интересно вот у них во первых вы пересидите рядами целяцию никуда они не денутся они там что-то брыкаются как-то формально да значит было собрание акционеров насколько помню акционеры приняли решение что они не хотят рядами целяции но по большому счету их никто не спрашивает власть сказала надо рецеперия дами цели роваться и то что они хотят не хотят это они где-то бумажку написали и сами же бумажку себе это стол положили слон горе их ридами целируют насильно конечно если действительно будет противом ну какое-то противостояние с их стороны в плане 30 миллиардами целяции могут подавать суды затянут как-то этот процесс так далее но я думаю итог всегда будет один можно было бы беспокоиться на этот счет если бы компания работала вне россии но как бы имела какие-то российские корни да но поля у нее находились не в болгарии свинейного выращивала день в португалии но поскольку весь бизнес находится в россии я думаю никуда они безусловно не денутся единственно могут под затянуть в остальном компания важная системная продуктовая безопасная равно безопасная ридами целируется денег на счете прилично как я делал расчеты они могут при ридами целяции позволить себе легко 15 процентов дивидендами сразу раздать а если будут максимально щедры и глупы то 30 процентов но я думаю глупые они не будут они раздадут 15 процентов это уже резко поднимет стоимость бумаги после ридами целяции и сама ридами целяции она придаст импульса потому что риски для российского инвестора будут ниже а пока ридами целяция под вопросом дивиденды под вопросом она и так себя чувствую там ведь сроки неясны потом эти бумаги заморозят не все хотят эти риски точнее там рисков немного но период удержания не каждый готов пересидеть я готов пересидеть мне без разницы я в первую очередь ориентируюсь на саму компанию где бы она ни была процедура ридами целяции и вероятность отсутствие возможности продавать эту компанию или покупать в течение там четырех-пяти месяцев мне никакой роли не играет абсолютно пусть значит она будет подморожена этот период но подморожена будет естественным путем не кто-то ее заблокирует а мне замочек на ней появится и так далее потом она ридами целирует снова продолжат торговаться я думаю хорошая компания то есть я начал по ней позицию набирать она пока скромный около 20-30 процентов от нормальной но рассматриваю эту компанию в долгую там не все гладко конечно там ну не будем говорить о такие наши российские составляющие где там коррупция кумовство там вот эта вся политика в нее внедряется она довольно таки еще крупная может кто-то на нее глаз положить например да из правительства и как-то поменять цвет директоров потом куда-то чеченские бенефициары появится так далее такое тоже может произойти но это может произойти с любой российской компании довольно таки крупные есть тут эти риски они внутри уже если мы говорим о российском рынке то они всегда лежат на поверхности то есть мы должны это понимать не только в отношении русагра так следующий вопрос от типа дэна один и здравствуйте как-то у вас вне рекомендации звучало и ff это international flower что-то такое да но это звучало тут наверно много лет назад понятно что как бы и многие из потреб сектора она пошла вверх но до максимум еще хороший потенциал как рост плюс дивиденды можно ее на нынешнем рынке рассматривать давайте посмотрим она это или нет что с flower сам вам связано было но давным-давно и рассматривал уже не припомню до flowers and fra фрагрансис так 26 миллиардов долларов капитализация что с ней но опять же вот видим вот это пресловутая огромная долговая нагрузка которая компания очень очень слабо тянет вот и все вот эти вот хороший кстати контраст до возникает вот компания с высокой долговой нагрузкой смотрите что с ней произошло как она улетела вниз и его до этого мы смотрели tgx там нет ведь все джекал и все прочее без долговой нагрузки они в тот же самый период вот вот так вот летели вверх то есть это такое внутреннее перетекание денежных средств и сосуд вот этих американских экономно американской экономики фондового рынка он из него не выплескивается ничего то есть он нарастает он каждый год нарастает этот сосуд и только в нем происходит переливание то есть это система сосудов я бы сказал в зависимости от ситуации куда-то идут деньги также сосуд стоит с трежерис также сосудом золотом с техами и все прочее и количество этих сосудов объем этих сосудов растет то есть в по ней будет все в большей степени хорошо когда долговую нагрузку снизит она сейчас с треском кроет долги и операционной прибыли и у нее мало денег остается сейчас вниз еще не листал но вполне вероятно что там доп эмиссия доп эмиссия ну чуть-чуть доп эмиссия да тут сильная произошла сто тридцать восемь процентов двадцать первом году и маленькие доп эмиссии сейчас происходят это тоже нормальные такие ситуации когда компания учат денег не хватает и чтобы как с этим справиться она значит эти доп эмиссии проводят еще и в минусе находится покупал бы я эту компанию да нет не покупал бы я думаю что она восстановится так же как и darling ingredients вырастет существенно вот эти риски знаете много раз уже обжигался много раз рассчитывал на то что купив компанию с какой-то очень сильно недооценка это на сто на двести процентов она даст какую-то быструю прибыль все таки прихожу к выводу что это больше рисков больше рисков потому что мы предсказать вот конкретные движения экономики не можем длительность ставок предсказать тоже не можем она все меняется это такие объективные планетарные факторы там от звезд от графика не зависящие я бы все-таки там 15 процентов или там 20 процентов недооценку в надежных компаниях я бы ее ставил в первую очередь во вторую третью четвертую это уже компании с какой-то там потенциалом сто процентов 70 процентов хочется немножко поиграть можно такие компании конечно купить но на небольшую сумму лучше но это мои субъективные выводы то есть тут каждое решение по-своему принимает но все-таки крупные компании они и чаще и в максимальной доле вероятности достигают своих справедливых оценок вот по опыту уже сколько лет мы с вами да и много раз сводили подводили какие-то результаты по достижениям недостижением это где-то 80 процентов достижения оценок справедливой стоимости если вот эти 20 посмотреть то вот как раз вот эти компашки маленькие вот эти 20 процентов они и набирают у них то срослось то не срослось 100 корм собакам привезли то не привезли там то еще что-то произошло это мексиканцы границу прорвали то в бразилии погоды нет но вот эти вот моменты они сильно влияют на вероятности этом положительного 30 отрицательного исхода я бы больше на стабильность ориентировался поэтому компания до вполне вероятно будет хорошо восстанавливаться вот по итогам 24 года она планирует выйти в хорошую устойчивую как минимум прибыль то есть покрытие долгов у нее станет уже вполне нормальным и видим как она вырисовывает уже двадцать пятый двадцать шестой год это периоды как раз такие в которые снизят ставку скорее всего уже в норму чистая прибыль вырастет примерно там на 70 процентов соответственно это будет значительным позитивным событием для актива и вполне вероятно она продолжит свой рост но вспоминаем те факторы которые привел до этого так можно ее на нынешнем уровне можно рассматривать ну все-таки я бы не рассматривал но рассматривать можно так сергей петров вопрос задает денис добрый день акции его прокомментируйте пожалуйста покупал на и пиво многие инвест дома давали оценку 400 рублей до конца года если перспективу акции как вы видите и бизнес благодарю так давайте его как она его а секундочку еще с открою я же их оценивал а вот на и ватт наверное да наши его обыкновенные и ватт или нет или не ватт секундочку я приторможу ролик и открою свою табличку экселевскую так его в большом интересе у меня отсутствовал вот эти компании которые я рассматривал что этот 400 рублей да то есть 400 рублей у меня тоже по ней оценка 400 рублей 35 процентов ну интересно что и инвест дома давали эту оценку обычно у меня с инвест домами все наоборот так в горизонте двадцать четвертого года то есть форвардный показатель был п е12 долговая нагрузка у нее низкая вполне вероятно то есть у меня никаких изменений на этот счет нет видите какая тут ситуация давайте сейчас вот так вот сделаем я думаю что они в коррекцию попали просто-напросто так что-то не реагирует и мы посмотрим вот аймо xd ну да вот видите какая ситуация произошла то есть вот его начала торговаться и начал корректироваться индекс московской биржи соответственно его не является там флагманом лукойлом сбербанком и так далее то есть такими максимально низкорисковыми активами и конечно они подверглись более обширные распродажи поскольку компания новая маленькая и так далее ликвидность не пониже вот они вышли в тот момент когда индекс московской биржи начал корректироваться но изменений по ней нет у меня тоже по ней 400 оценка никаких других значит триггеров по юве нет думаю что при восстановлении она вполне будет стоить столько и у нее потенциал роста почему у меня здесь других отметок нет я не сохранил что ли ли уже не припомню ролик типа не записывал в любом случае почему она удалилась эта штучка к чему я это говорю к тому что судя по п.е. у нее потенциал роста 30-40 процентов в год она набирает набирает клиентскую базу выручку соответственно да она должна стоить значительно дороже потому что тоже самый диасофт позитив яндекс и все прочие они в разы стоят дороже и тут ну пока изменений каких я не вижу так давайте дальше пойдем вот максимум за следующий вопрос один что вы сейчас делаете замещай как в доллара газпром 34 ничего не делаю собственно они выполняют свою функцию обеспечивают доходностью в районе девяти процентов годовых в долларах очень много вопросов возникает я смотрю обсуждений в принципе в инфополе касательно замещающих облигаций и в таком в простом формате дам пояснение официальная инфляция у нас сколько там восемь или девять процентов сейчас восемь с половиной под девять соответственно никаким другим образом мерить инфляцию официальные источники не будут и источники средства массовой информации которые у нас есть они безусловно независимы все прочее но больше девяти процентов они упоминать не могут инфляцию и закладывать в доходность они ее тоже не могут если мы говорим о об инструментах потому что это негативно может повлиять на восприятие инвестором в целом российского рынка но мы с вами должны эту информацию получать но думать своей головой безусловно сейчас доходность по фазе процентов там 16 примеру да соответственно это замечательная доходность для российского инвестора бабушки и дедушки радуются платят с них там налоги этом 14 процентов остается и так далее все здорово офезе покупают и то есть не дискредитируем может любой покупать эти уфз далее если человек понимает что в принципе в рублей имеет место быть инфляция это не все далеко понимают я вас могу заверить в том что об инфляции в принципе люди слышали но больше слышали о том что цены в магазинах дорожают но никак это с инфляцией не связывают то есть это инфляция это что-то неведомое но они слышали цены в магазинах растут потому что пятерочка магнит они очень наглые жадные и знали бы власти они бы их прищучили в общем то они все там в три горла кушают и так далее то есть никак люди не связывают подорожание с инфляционной составляющей соответственно с облигациями думают что облигации приносят очень много денег но магнит сильно цены задирает вот мы же с вами инвесторы более глубокие скажем так мы понимаем что как минимум государственную инфляцию нужно туда закладывать 14 процентов остается мы отнимаем эти девять процентов инфляционных чтобы понимать насколько то влияние негативное оказывается ее 14 9 сколько выходит там уже заговорился 14 9 отнять 5 получается до опять пять процентов остается это как бы фактическая доходность оставшиеся вот районе 5 процентов соответственно если мы говорим о валютных инструментах то пересчитываем валютные инструменты сейчас доллар тире юань можно покупать там 9 10 процентов ну скажем пусть это будет 9 процента до какие-то низко рисковой бумаги мы закладываем суда тоже инфляционную составляющую деваль вационную как угодно в долларе хоть это и разные понятия но в общем то нужно эти три процента удешевление доллара к остальным валютам соответственно инфляционную составляющую соединенных штатов заложите туда остается у нас в районе 6 процентов да также мы с этих девяти процентов еще платим налог и остается те же самые там в районе пяти там четырех и восьми процентов понимаете о чем идет речь надеюсь что понятно объяснил в общем то мы из рублевых облигаций достаем официальную инфляцию официальные налоги все прочее достаем из доходности валютных облигаций все то же самое и они равны по стоимости потому что это официальная как бы статистика другого ничего мы не найдем поэтому при высокой ставке ключевой и стоимости облигации указывающий на доходность в районе там 16 процентов мы видим и снижение в газпромовских облигаций в том числе и долларовых юаневых и всех прочих они балансируют между собой и уравновешивают друг друга перекоса никакого нет именно по официальным данным что же дает инвестору еще более глубокий подход это дает инвестору понимание что инфляция у нас с вами не 9 процентов у меня то есть не то что у нас с вами я не говорю в россии да наверное по роста то 9 процентов а если взять нас с вами конкретно каждый человек то и в принципе наблюдаемая инфляция есть такой параметр она вроде 18 процентов но это приближено к реальности я для себя до 20 оцениваю но плюс-минус пусть будет это 18 процентов вот соответственно мы уже понимаем уровень фактической инфляции которая действует на меня на вас там на петю на гену на майкла и так далее вот я из офз достаю эти 18 процентов у меня было 14 с учетом и платы налогов еще 18 достаю и понимаю что потребительская возможность моих денег которые возникнут после купонной доходности они минус 4 процента составит и то же самое сделаем для сша в сша я не готов сказать сколько фактическая инфляция но как правило данные ну в моем восприятии они плюс-минус приближены к реальности там все-таки экономика открытая все это тело происходит более прозрачно и я бы наверно был склонен к тому что действительно фактическая инфляция вроде там трех процентов тут у каждого свое мнение и все сделав то же самое то есть остается эти же самые 5-6 процентов чистыми до валюте с учетом там стабилизации по девальвационной составляющей я для себя выбираю или получу минус 4 процента в офз либо я получу плюс 5 процентов то есть размер где-то в районе 9 процентов возникает между ними вот примерно такая логика такие размышления не думаю что в сша инфляция там 10 процентов 20 процентов и так далее все-таки это больше удел таких развивающихся стран и склонность там к изменению каких-то определенных параметров она тоже возникает больше в этой ситуации когда экономика стабильна без резких движений все инвестопригодно развивается в нужном ключе примерно так и есть даже посмотреть тайскую экономику я все на нее заглядываю как некий для себя дополнительный фактор триггер в целом состоянии мировых экономик сцены стабильные вот стабильные даже бат сейчас укрепился к доллару то есть там тоже нет эти гиперинфляции как люди приезжали там семь-восемь лет назад как проезд на тук-туке стоил 10 бат так он и стоит 10 бат где эта инфляция то есть понятно что они тоже могут врать что у них инфляции нет но цены вроде как не растут в сша по моим наблюдениям аналогичная примерно ситуация и вот этим 23 процента они как раз в это закладываются поэтому тут мнение может быть много я на какую-то там конечную инстанцию не опираюсь это только мое мнение каждый инвестор безусловно он принимает решение только исходя из этого поэтому держу замещайки газпром 34 и получаю свою фактическую доходность в долларах когда возникнет возможность или сильная девальвация например в рубле в этом случае рассмотрю возможность фиксации прибыли в газпроме и если будут точки входа в рынок акций я переложу эти средства если нет то продолжаю дальнейшем удерживать газпром 34 и другие замещающие облигации также набирал активно не замещающие облигации а юаневые облигации так что покупок было много когда юань стоил там 11 8 там до 12 12 и сколько там 12 0 1 по 0 12 0 4 что такое я покупал еще пока приостановил покупки юаневых облигаций вот такая такой прямой скажем ответ с прямыми суждениями на ваш вопрос и каждый решая для себя так давайте еще наверно один-два вопроса желательно по отечественному рынку так вот илья если льв видимо добрый день денис подскажите пожалуйста по компании доу интересует справедливая стоимость и перспектива в портфеле уже давно брал для дип стратегии спасибо за ваше прекрасное хобби спасибо вам за вопрос доу как раз недавно смотрел в чате участник интересовался компания может это были вы может быть нет так ну давайте все таки обновим информацию большого интереса году у меня не возникло а кстати его оценил вот видите как удобно участник обращался я оценил вот 600 долларов цена на компанию то есть примерно 10 процентов недооценка и вот как я отмечал выше то есть у меня фонг долл нейтральный я бы не покупал сейчас эту компанию значительно недооценки по нему нет но с перспективой насколько я помню хороших возможностей долговая нагрузка у него приличная денег он зарабатывает сейчас мало но обещает зарабатывать значительно больше если это произойдет тогда компания хорошо подрастет так если вы ее под дивиденды брали 5 процентов он платит но но видите он сейчас платит 133 процента от прибыли выйдет в нормальные показатели по итогам двадцать четвертого года потому что прибыль с 1 и 6 долларов вырасти до 2 и 3 долларов как раз он уйдет меньше ста процентов то сейчас он в долг платят дивиденды ну и ожидает увеличение потребления связанное как мне видится с со снижением ключевой ставки и резких всплеск вот видите 24 год еще все будет плохо 25 год плюс 50 там плюс 60 процентов компания ожидает получить в виде прибыли соответственно маржа должна у нее подрасти по я утра эти уйдет в район там 60 процентов 50 процентов у нее жизнь наладится то есть если вы до удержите я бы продолжил его держать вполне вероятно следующий горизонт примерно 70 долларов по ней будет такая ситуация с с домом так давайте по россии но вот от александра вижу по mt есть вопрос давайте посмотрим фиксировать лежать к из привели оценка так мт давайте глянем потому что у меня оценка есть и формате блица в том числе эту компанию посмотрим но она ровно видите в этой стоимости которая сейчас имеет место быть большого роста не ожидаем но формате волатильности как вы знаете 10 процентов плюс-минус 10 процентов туда-сюда закладываю то есть вот она может где-то колебаться вот как раз в районе там 250 260 где-то доходить потом корректироваться ну она понимаете что рынок не стабильный я думаю каждый из нас каждый инвестор в курсе как-то волатильность работает поэтому значительного роста я не ожидаю где-то в моменте он может произойти но в среднем цена остается актуально на горизонт двадцать пятого года так что смотрите сами я бы наверное компанию уже зафиксировал стирил тинком я зафиксировал купил другой актив и в общем-то не стал ждать риал тинком хотя это можно делать и у меня дальше остается уверенность что вполне вероятно риал тинком у него еще и возможности к этому есть он продолжит свой рост но здесь уже тоже в рамках волатильности он вот восемь девять процентов плюс минус уже где-то в рамках этой справедливой стоимости появились другие варианты я риал тинком плюс 20 процентов зафиксировал вот так вот давайте вот screamers tv по россии что-то вопрос добрый день сбер тут предлагали облиги с покупкой за 50 процентов стоимости на пять лет так что-то сбер тут такое нестандартная предлагает где-то они хотят нас надурить но сейчас посмотрим то есть номинал 1000 рублей купить за 500 рублей но насколько я понял купонов не будет да это особый тип облигации такой есть но я давно в российском рынке не видел то есть теоретической как бы плоскости такие облигации имеют место быть и описание где-то в литературе вы их найдете когда облигация не дает вам фиксированную такую доходность а покупается за часть стоимости потом стоимость вырастает у нее там аббревиатура какая то есть редкий очень инструмент я думаю что они сейчас хотят нас обмануть сбер написал что можно будет не платить подоходник видимо как долгосрочное владение и что нет комиссии так как вложение сбер инвестиций что думаете ли выгоднее купить тот же лукойл или сбер акции или что-то еще так но давайте так вот посмотрим сложно сейчас надо расчет какой-то делать облигации с покупкой за 50 процентов стоимости на пять лет до 1000 рублей купить можно за 500 рублей я думаю что здесь доходность низкая получается грубо могу где-то ошибиться у нас с вами прямой диалог то есть вы покупаете за 500 рублей до эту облигацию давайте вместе посчитаем тут по ходу доходность вырастает маленькая значит что мы на пять лет делим так сейчас облигации понимаем что облигации нормальной такой приличной компании можно купить с доходностью 20 процентов так сейчас калькулятор подтяну закрыть окно здесь за кошечка бандикама цепляется и не дается допустим купили вы облигации до на 500 рублей но неважно какой номинал облигации от сбера будем считать 20 процентной доходностью прибавляем плюс 20 процентов это первый год реинвестируем купон до следующий год у нас 600 рублей эти облигации приносит ну то есть тело как бы 600 рублей палец один загнули плюс еще 20 процентов это второй год 720 рой палец загнули плюс 20 процентов это третий год плюс 20 процентов это четвертый год и плюс 20 процентов это пятый год то есть если вы купите облигации не сбера вот за 50 процентов стоимости облигации какой-либо другой компании с доходностью 20 процентов то получите 1244 рубля и ну случае с удержанием также в период пяти лет то у вас ну на купон будет возникать этот налог да ну сбера здесь другая ситуация здесь недооценка в теле у них идет какой-то налога здесь возникнет нужно считать ну визуально как вы видите на 24 процента больше доходность возникнет в иных облигациях нежели в этих сберовских но минус налог который все-таки возникнет 13 процентов на купон сколько-то здесь уйдет ну визуально все равно больше получится опять же вопрос в другом если облигации каких-то надежных хороших компаний с таким длительным купоном в 20 процентов нужно посмотреть но и быстрого снижения ставки бы я не ожидал конечно что вдруг там следующем году она уже там 13 будет 12 процентов и так далее то есть явной выгоды я здесь не вижу и как правило сбер он но не славится выгодой в каких-то инвестиционных продуктов картах кэшбэк или в чем-то еще если сбер что-то предлагает значит скорее всего не что-то не рыночное дадут и можно найти что-то гораздо более выгодное примерный вот расчет я думаю понятно можете самостоятельно проанализировать насколько это будет интересно так опять же сбер не дискредитирую но у нас с вами как водится все в режиме полной прозрачности и мы говорим все как есть так вот сергея даже сергей интересует здравствуйте как альтернатива лукойлу акции тот нефть при вы насколько интереснее дивы три раза в год и по ей низкий спасибо но вы знаете нет все-таки я лукойл бы выбрал лукойл гораздо более мощная система более крупная компания там и возможности по росту выше я бы все-таки предпочел лукойл тот нефть да может быть она где-то поинтересней но компания все-таки ну по совокупности характеристик скажем я бы все-таки лукойл взял вот это такой тоже субъективный момент от и терял вопрос добрый день алроса интересные спасибо за труд полу росси планирую сделать следующий ролик формате оценки анализа компании время найдется я думаю что лросу я разберу я уже начал ее смотреть но полноценно не было времени посмотреть она сейчас в недооценке безусловно в недооценке потому что в целом рынок просел рынок стоит довольно таки ну как я говорил некоторые компании в нейтральной стоимости некоторые подешевле алроса пожалуй подешевле чем остальные компании покупал боял росу или нет я был русу не покупал потому что влияние санкций знаете там все так довольно таки тонко то есть есть отказ от приобретения алмазов российских но есть обходные пути возможности их значит замутнение идентификации сработает не сработает и вот эта составляющая она довольно таки тонкая где-то может порваться вот эта грань а с учетом того что есть в российском рынке компании не менее недооцененные даже более недооцененные и с большими потенциалами возможностями роста я был росу отложил на задний план к тому же с учетом сложности в экономике опять же 3 санкционных воздействия но алмаза это такое себе приобретение да все-таки лучше ориентироваться на более что-то устойчивое необходимое нужное алмазы там еще и структура управления у нее такая себе поэтому алроса да недооценена но я бы пожалуй этот риск на себя не брал выбрал бы что-то другое так ну давайте еще один вопрос и будем заканчивать что тут карнава ну давайте карнава посмотрим и на этом закончим вопрос от нефти 1271 так интересует ваш взгляд на компанию карнава компания был более полутора лет летит вверх и похоже не собирается останавливаться думаете по поводу этого актива давайте посмотрим что с коронавой так да хорошо снизилась и хорошо растет очень хорошо видимо у нее здесь были прям тяжелые времена что на 4 долларов снижалась я думаю мы отражение финансовых документов увидим этого процесса что с ней происходило что-то с долгами скорее всего так с долгами до 22 год что-то странное такое из компании у нее сейчас космический долг почему она так растет что она наговорила инвесторам чтобы они скупали в таких объемах ей даже денег не хватает чтобы с долгами рассчитаться просто-напросто ей ну кредиты условно говоря есть у нее у нее денег нет чтобы по ним по ним рассчитываться на очень низкая балансовая стоимость активов долгов у нее куча видим по прайс стубок 39 это значит почти все активы у нее взяты в кредиты у нее ничего своего практически нет форвард поезд 36 да нет но это какой-то разводилова просто-напросто нет такая компания мне было бы не интересно вот они как спасаются они делают доп эмиссию 17 процентов размывают очень сильно долю инвесторов нет однозначно нет это какое-то безобразие что я хочу сказать давайте вам продемонстрирую раз у нас это последний вопрос я поделюсь скажем так опытом да кому-то это будет полезно что я хочу сказать про компанию вот она операционная прибыль то есть операционная прибыль это не конечный показатель деятельности компании из операционной прибыли потом еще вычитаются разные параметры возникает чистая прибыль но из операционной прибыли обычно идет расчет возможности компании обслуживать свою долговую нагрузку то есть она в первую очередь когда деньги какие-то получает естественно нужно с банками рассчитаться потому что если она заплатит налоги там заплатит дивиденды или еще что то денег не останется банкам скажет ребята извини у нас денег не осталось просто будет банкротство компании мы понимаем что банкам нужно платить в первую очередь вот операционная прибыль у них возникает 405 миллионов долларов последние четыре месяца здесь отчетность четыре квартала имеют 405 миллионов долларов а по долгам она заплатила 664 миллиона долларов то есть вот это операционной прибыли которые есть и элементарно 50 процентов не хватает чтобы просто кредиты заплатить но эта компания зачем такая компания нужна и это при всем при том что она сейчас секундочку вам покажу так вот она развитая размытая прибыль на акцию за последние четыре квартала ее прибыль 285 2 доллара 85 центов она зарабатывает и при этом не хватает денег рассчитываться с кредитами мы это помним идем дальше то есть по ее планам двадцать четвертом году она должна заработать примерно 24 цента выправляться сильно она не планирует вот выправляться она более-менее планирует двадцать пятый год двадцать шестой но денег все равно мало то есть заработает она в районе доллара соответственно forward по ее будет 169 то есть nvidia она отдыхает вообще она в три раза дороже чем nvidia при том какое состояние у nvidia какая капитализация какая значимость какой потенциал развития там 30 40 50 процентов и люди еще думают дешево nvidia стоит или нет или уже поздно покупать а в карнаве люди не думают покупать у нее поезд 169 она на гранте грани банкротства делает доп эмиссию и и выкупают то есть здесь и никакого вообще интереса не вижу и даже если вот она все пойдет у него по плану будет здорово и она чистой прибылью в двадцать шестом году по итогам двадцать шестого года в которой за которой она считается в двадцать седьмом году это три года еще надо ждать она заработает эти два доллара то сейчас покупая forward по и на двадцать шестой двадцать седьмой год будет 84 какой смысл в этой компании она такой по в полуоборочном состоянии ничего у него хорошего абсолютно нет денег на выплаты кредитов у нее нет каких-то высоких прямо-таки перспектив по росту финансовых потоков у нее нет объем активов у нее снижается активы мы понимаем что такое активы это генератор прибыли и выручки то есть если у него заводов пароходов каких-то станков стало меньше как она планирует намного больше денег зарабатывать то есть это тоже такой негативный сигнал я думаю где-то хомяков подстригут здесь такое мое мнение конечно тут она была очень долго в минусе сейчас она вышла в плюс и видимо настолько сильно почему-то обрадовался кто-то что и и начинает откупать а может быть трейдеры там не знаю кто ее разгоняет вот объективные данные я в общем вам привел смотрите сами я бы лучше купил на эти деньги на которые вы можете карнаву купить это будет стоить nvidia microsoft и apple вместе взятые они будут стоить дешевле чем вы купите карнаву ну то есть выбор такой для меня очевидный но кто-то покупает может быть какая-то инсайдерская информация конечно но ни на какой инсайт я бы не пошел видео вот эти вот финансовые показатели и предбанкротное предобмарочное состояние самой компании карнава вот такой тоже прямой ответ на ваш вопрос ну пожалуй будем заканчивать на этом надеюсь что информация была полезна как всегда в режиме полной прозрачности мы с вами обсуждаем насущные вопросы насущные темы фондового рынка россии китая сша и так далее всем удачи в инвестициях самое главное здоровья вам и вашим близким всего доброго до свидания